Музей истории Великой Отечественной войны Музей истории Великой Отечественной войны О предстоящем празднике говорим с главой Республиканской организации ветеранов Анатолием Новиковым Стабильность рубля и борьба с инфляцией – вот главные приоритеты в экономической политике государства Об этом Александр Лукашенко заявил во время послания народу и национальному собранию Общение президента с депутатами и сенаторами было относительно кратким, длилось около трех часов Разговор на серьезные темы получился насыщенным и интересным В этот раз основные направления – экономика, внешняя политика и социальная поддержка населения Большая часть выступления главы государства посвящена экономике Ситуация сложная, причины – санкции против главного партнера Беларуси, падение цен на нефть, девальвация российского рубля Она сказалась и на ситуации в Беларуси Нам надо раз и навсегда принять решение Коль мы не можем сегодня повысить зарплату и не надо ее повышать У нас ее никто не просит повысить Вы не забирайте другой рукой из кармана народа деньги То есть не повышайте цены на ЖКХ, там где можем контролировать На энергетика, там тепло, свет и так далее Народу нам будет тогда меньше зарплату платить Элементарный подход И этот подход должен быть соблюден в этом году как минимум Чтобы мы увидели, на что мы выйдем 1 января будущего года Особое внимание Александр Лукашенко поручает уделить развитию малого и среднего бизнеса Это основа процветания любой экономики и стабильности государства, подчеркивает президент Поэтому открытие, ведение и закрытие бизнеса должно быть простым и понятным Еще одна важная проблема демографическая С 2013 года в стране идет прирост населения Если сохранить такую тенденцию, население страны может вырасти с 9,5 до 10 миллионов человек в ближайшие 15 лет Поэтому идеалом должна стать семья, в которой воспитывают как минимум троих детей Интересовала депутатов и внешняя политика, несмотря на заметную оттепель в отношениях с Евросоюзом Стратегическим партнером останется Россия Мы были с Россией вместе и мы будем всегда И вот эти досужие разговоры о крене, о поворотах и прочее Их быть не должно в Беларуси Мы таким образом не должны рассуждать Поймите одну вещь В России есть силы И не только в оппозиции либерала Которые очень хотят ограничить влияние белорусской модели развития Лукашенко того же На процессы, происходящие в России Таких немало людей И они начинают нас квасить Они начинают нас давить по всем направлениям Не обращайте на это внимания И это пройдет Александр Лукашенко призвал правительство найти средства на увеличение адресной социальной поддержки Существенно повышены у нас размеры семейных пособий Созданы равные усилия для всех категорий семей Их поддержка усиливается с рождением каждого последующего ребенка Это и впредь будет оставаться национальным приоритетом Крепкая семья, в которой воспитываются как минимум Тут мне написали двое-трое Трое-трое детей Должна стать общественным идеалом Социальной нормой В выступлении глава государства дал около полутора десятков прямых поручений Правительству, администрации президента, нацбанку и другим ведомствам Введение моратория на рост количества и ставок налогов, о котором говорил президент, является очень важной мерой Желательно, чтобы она действовала не только в 2016 году, но и в последующие годы И бессрочные моратории необходимо наложить на практику введения налогов задним числом Вадим Иосуб, финансовый аналитик Президент правильно призвал праздновать нашу победу и даже не оглядываться на тех, кто ее оспаривает Мы должны отпраздновать громко и напомнить всему миру, кто спас его от фашизма Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси Наш гость сегодня – председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Новиков Анатолий Николаевич, здравствуйте Добрый день По данным Минтруда и соцзащиты, на начало апреля в Беларуси осталось всего 16800 ветеранов Великой Отечественной войны 39 ветеранов перешагнули столетний рубеж Также этот День Победы встретят около 25 тысяч бывших узников фашистских концлагерей Всем им оказывается масштабная социальная поддержка Пенсия в 2,5-4 раза превышает среднюю по возрасту А, к примеру, проблемы обеспеченности жильем и вовсе нет Прежде всего, примите наши поздравления с праздником Победы В Минске 9 мая пройдет грандиозный военный парад Сколько ветеранов смогут увидеть его воочию? Воочию у нас из Минчан, ну, где-то тысячи две будут Кто на трибунах, кто можно Они будут доставлены все транспортом из районов Ну, а потом, я думаю, этот парад Все ветераны по республике посмотрят в средствах массовой информации по телевидению Как и парад в Москве Потому что наши ветераны, конечно, не только нашим парадом будут любоваться Но обязательно всегда делятся впечатлениями о параде в Москве Все-таки мы же понимаем, для ветеранов А в Москву поехали наши ветераны? Да, небольшое Приехали ли к нам? Из Москвы пока не приехали В Москву тоже пока не поехали Но приедут Но непосредственно на девятом Наши ветераны, 15-20 человек, были на бале победителей в Москве Вернулись Вчера прошел такой же бал здесь, в Минске А 500 ветеранов, частников, фронтовиков и тружников тыла Поздравил горы с полком Такие же мероприятия спланированы и будут проходить практически во всех областях К 3 июля каждый герой Советского Союза получил как одновременную К 9 мая или к 3 июля? Нет, к прошедшему 3 июля А, к прошедшему 3 июля 10 миллионов наших белорусских рублей Участники Великой Отечественной войны Это фронтовики, партизаны, подпольщики По 8 миллионов И тружники тыла Те, кто был в годы войны награжденными медалью за победу на Германии Или какой-то другой государственной награды По 3,5 миллиона Сейчас 9 мая вновь в таком же объеме будет Кроме того, мы благодарны, что многие районы, области Своими и своих бюджетов выделяют И к этому подключились и другие структуры Ну, это где-то объяснимо, конечно Это даты, большие даты, это праздники Но хочется ведь, чтобы ветеран как бы чувствовал поддержку И где-то уже и опеку Значит, я согласен В течение всей жизни Постоянно Да, постоянно Нет, мы не зацикливаемся только на юбилейных датах Мы говорим, юбилейные даты Это определенная точка отсчета Где есть еще раз посмотреть, что сделано И что можно еще сделать для ветеранов У нас традиционно ежегодно проводится Метосмотр всех ветеранов войны Ну, а поскольку юбилей 9 мая До 9 мая все ветераны Великой Отечественной войны Прошли вот через медобследование И те, кому это нужно, получили бесплатные путевки Также ежегодно проводится знакомство Или обследование социально-бытовых условий Наших ветеранов войны С выходом, с выездом на место жительства И там с ним определяют В чем ему надо помочь Кому-то там что-то из мебели Кому-то, значит, особенно в деревнях Там даже огород скопать И прочее, прочее Это 100% тоже охват А контролируют ваше обвинение? Местные власти и ветеранская организация Непосредственно мы их запрашиваем Поэтому это совместный контроль И совместный отчет Я должен сказать, вот по Прошлому году Не было ни одной необоснованной Жалобы, которая не была удовлетворена Ну, другой вопрос Что, понимаете, все-таки есть Какие-то рамки И нам хочется больше Но мы всегда Особенно Большое внимание обращаем Одиноким И одиноко проживающим И, кстати, в своем послании Президент тоже высказал Обратите, посмотрите На тех ветеранов войны У которых Есть у нее дети Но они, может, далеко Там на Северном полюсе По сути, одиноко проживающие Поэтому оказывается Персональное Такое Волонтерское движение Притом Мы сейчас развиваем Волонтерское движение Не только Молодежное движение Но и среди ветеранов Когда То есть помогать друг другу Старшее поколение Старикам неудобно Но еще более старшего поколения Потому что Наверное, даже лучше Чем молодой Или девушка зайдет Или придет Помоложе на 10-15 лет Ну, у них, может, общие разговоры Но ведь Ваша ассоциация ветеранов Ваша организация ветеранская Это ведь не только ветераны На Великое Отечествие Нет У нас Это организация ветеранов Раньше была Организация ветеранов войны И труда Ну, а потом Мы расширили Поэтому У нас Общественное объединение Но у нас Комитет ветеранов войны Комитет ветеранов труда Комитет ветеранов вооруженных сил И других силовых структур То есть Все категории Огромная организация Да Все категории Ну, и Я так понимаю Ветераны горячих точек Как-то Афганистан Да их много было на земном шаре, где советские солдаты воевали. Мы сейчас прорабатываем вопрос. Там немножко юридические тонкости. У них своя организация. Для того, чтобы к нам вступить, им надо заявить о том, что они прекратили и на нашей новой базе. Да, но мы спокойно выходим из этого положения, потому что председатель Союза ветеранов войны в Афганистане, он как ветеран вооруженных сил, у нас член президиума и к постоянному контакту. То есть так или иначе вы как-то вместе? Да нет, а потом у нас и кабинеты наши рабочие напротив в одном коридоре. Поэтому мы постоянно не делим кому что и начинаем смотреть. А его участие в составе нашего президиума дает возможность и на президиуме обсуждать вопросы, связанные не только с другими котирователем, но и с афганцами. Здесь мы полностью взаимодействуем. Вскоре мы вернемся к разговору, а пока другие новости недели в Беларуси. Неэффективно используемые объекты распродать до конца года. Таков план Миноблсполкома. Сразу 100 объектов, среди которых бывшие школы, клубы, детские сады и постройки военных городков, выставят на торги в ближайшие месяцы. Причем по некоторым ветхим сооружениям стартовой ценой будет одна базовая величина. Между Китаем и Беларусью открыт первый воздушный маршрут. Причем летать между столицами Air China будет 4 раза в неделю, на лайнерах вместимостью около 300 пассажиров. Однако обратный рейс в Пекин пока будет выполняться через Будапешт. Из Китая лайнер летит напрямую в Минск, потом в Венгрию, а оттуда обратно в Пекин. И если дорога с востока на запад займет 9 часов, то в обратном направлении почти 12. В последние 4 года, согласно статистике, пассажиропоток между Китаем и Беларусью возрастал в среднем на четверть ежегодно. И не исключено, что в ближайшем будущем рейс «Минск-Пекин» тоже станет прямым. Минторг усилит борьбу с нелегальной торговлей. По данным ведомства, в деревнях и небольших городах активно развивается продажа продуктов питания и бытовой химии прямо из кузовов машины. Люди выстраиваются в очереди на таких стихийных рынках цены ниже, чем в стационарном объекте. Ведь налоги нелегал не платит, социальной нагрузки нет и сдержки минимальные. А отследить все стихийные рынки Минторг не в состоянии. Граждан призывают сообщить о них на горячую линию. А вы покупаете у нелегальных торговцев? Спросили мы у минчан. У нелегальных? Да нет. Не стараюсь покупать. Ну потому что зачем покупать? Я покупаю в магазине, поэтому поддерживаю своего производителя. Да и не приходилось. Почему? Потому что они нелегальные. Нет, не покупают, потому что контрафакт. Всегда есть риск купить что-то некачественное. И вообще предпочитаю покупать у проверенных или сертифицированных продавцов. Я никогда не покупаю нелегальных торговцев, потому что не доверяю их качествам. И предпочитаю одеваться, покупать нормальную одежду в магазинах, бутиках. Никогда. Почему? Я предпочитаю магазинные, чтобы были сертификаты, чтобы я была уверена, что это... И срок годности всегда смотрим. Да, и срок годности всегда смотрим. Чтобы было это качественно и все. А то неизвестно какое нелегальных. По большому счету я все легально покупаю. Если уж я сам вырастил эту свинку, то я мяско беру у свинки сам. Понимаете? А если уж кролика вырастил, то тем более рыбу сам словил. Там все такое. Минск. Граждан. Проект спроектирует водно-развлекательный комплекс в Челябинске. Он станет одним из крупнейших в России. Договоренность достигнута по итогам заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Челябинской области. У Минск. Граждан. Проекта. Есть опыт работы уже в 10 регионах России. Институт сейчас претендует и на несколько заказов на объекты к Чемпионату мира по футболу 2018. Анатолий Новиков. Глава Белорусской организации ветеранов. Наш гость сегодня. Анатолий Николаевич, сегодня мы с вами свидетели того, как очень многие, особенно на Западе, пытаются переписать итоги войны, переписать историю войны. И уже начинают говорить о том, что, в общем-то, не Красная армия победила Гитлера, а какие-то другие армии, американская или еще какая-то. Как противостоять этому, на ваш взгляд? Я считаю, что мы должны, и мы нацелены, во-первых, больше использовать, пока еще имеется потенциал наших ветеранов войны. Поэтому у нас сейчас и циклы телепередач, и печатные средства массовой информации подключены. И мы будем добиваться того, чтобы это было, опять-таки, не компанейское, а и после 9 мая не с меньшим энтузиазмом эту тему проходить. Потом выпущена хорошая книга о героях Советского Союза, уроженцев Белоруссии, о героях полных кавалерах, полных. И наш коллектив ветеранских республиканцев советов подготовил и сдал книгу о героях социалистического труда. К сожалению, и многие руководители не знали, кто что. А здесь мы сделали и по районам, и биографии, биографическое такое издание, во все районы, во все библиотеки. Будет просто интересно. Ну и, конечно, здесь вот планируется конференция научная. Мы круглые столы будем делать все. Но особый упор, конечно, мы будем стремиться в средствах массовой информации. И постараемся через интернет использовать это. Но это тут не стараться, но тут обязательно надо через это делать. Нет, мы начали, мы постараемся усилить это. Поскольку мы понимаем сейчас, молодежь, газеты не всегда читают, потому что говорят другие произведения. Но газеты еще просматривают, есть и броски заголовок. А в этот ящик все смотрят, поэтому это больше запоминается. Россия и Украина впервые за многие годы будут праздновать порознь 9 мая. Хотя и там, и там будут праздновать. Но никаких обменов официальными делегациями, визитов и так далее, и так далее. Вы же наверняка общаетесь с вашими украинскими коллегами. Как они к этому относятся? И как вы относитесь к этой ситуации? Конечно, мы всегда все, с кем не переговорились, с Виттаром, сожалеем, что такая у нашей... Ну, мы считали всегда братской страной. Конечно. Народ-то остался тот же братский. Но политиканы, не называй даже политиками, политиканы завели попытку посеять вражду. Мы с украинскими коллегами, такая же там организация есть, постоянно перезваниваемся, пытаемся поддержать их морально. Ну, и просто надеемся все-таки, верим, что вот это вот время смутное пройдет. Поэтому искренне при встречах желаем нашим украинским братьям, ветеранам, выдержать. Я думаю, что все-таки разум народа в Украине победит вот эти вот негативные всплески. Вскоре мы вернемся к разговору с Анатолием Новиковым, а пока еще несколько заголовков в неделе. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и госсекретарь союзного государства Григорий Рапота обсудили в четверг вопросы союзного строительства. На встрече была обсуждена реализация тезисов, озвученных накануне в послании главы государства. Мне показалось крайне интересным то, что речь шла о таких вопросах, как защита собственности инвесторов, как предоставление большей свободы предпринимательской инициативы, как признание права руководителей предприятий на риск определенный. Это тоже важно, потому что без такого права человек лишается маневра. Григорий Рапота подчеркнул важность регулярных встреч чиновников всех уровней. Так планируется, что заседание союзного совмина состоится не позднее июня. Ограбление века в Минске из расчетно-кассового центра одного из банков в центральном районе столицы пропала крупная сумма валюты, причем обнаружили ее кассиры только в понедельник утром. А сама кража, по данным оперативников, произошла еще в субботу. То есть у подозреваемого работника банка было в распоряжении более суток, чтобы скрыться. По информации милиции, на руках злоумышленника 690 тысяч долларов США, 64 тысячи евро, почти 4 миллиона российских рублей и более мелкие суммы в фунтах стерлингов, швейцарских франках, гривнах и злотых. Это самая крупная кража в истории белорусского банковского бизнеса, ведется следствие. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обеспокоен невыполнением поручений по развитию Минска. Об этом он заявил в понедельник на совещании по развитию столицы. Глава государства потребовал повышения ответственности руководящих кадров городской власти. Минск должен динамично развиваться. Я не могу допустить, чтобы был какой-то застой. Я давал поручения по наведению порядка ко Дню Победы. Слишком много у нас заборов вокруг строительных объектов, которые находятся не просто в высокой готовности, но уже должны быть закончены строительства. Какой смысл держать там забор? Надо срочно провести было благоустройство, и всякие заборы снять, особенно там, где гости будут проезжать. Это же лицо города. Больше всего президента беспокоят состояние промышленных гигантов. Александр Лукашенко заявил, что после майских праздников намерен посетить МАЗ МТЗ Минский моторный завод. Вынужденная остановка на дорогах Победы. Участников патриотической акции Всероссийского клуба «Ночные волки» не впустили из Беларуси в Польшу, а позже и в Литву. Пограничники ЕС обыскивали их несколько часов, а затем отказали во въезде без объяснения причин. Дорогие ветераны, мы живем в разных странах, и хотя нас разделяют границы, у нас есть ценность, которая принадлежит всем. Это победа, которую мы добыли ценой, несравнимой ни с чем в истории человечества. Мотоциклисты рассказали, что мотопробег они посвящают советской женщине-ветерану Надежде Кирилловой, которая прошла войну на мотоцикле. И обещания, во что бы то ни стало доехать до Берлина, сдержали. Большая часть команды «Ночных волков», по словам руководителя движения в четверг, была на территории Евросоюза. Правда, как все-таки удалось пересечь границу, они не уточняют. Наш год сегодня Анатолий Новиков, возглавляющий Организацию белорусских ветеранов. Мы продолжаем. Вы наверняка слышали о скандальном уже мотопробеге, который задумали российские байкеры, клуб «Ночные волки», доехать до Берлина по известному маршруту. Ну и с большими проблемами на границе столкнулись. Как вы вообще относитесь к этой идее? Я считаю, что, вы понимаете, это даже не политика. Это такое политиканство. Благородное дело. От Москвы, как говорят, до самых вот это, по маршруту войны. Ну что, при чем тут какие-то разногласия, даже политические разногласия по другим вопросам? Это святое дело. Это тоже один из элементов, как вы и сказали, попытка принизить роль. Советского Союза. Ну да. Вот мы же... Ну знаете, я когда-то был в командировке в Польше, мне там смеялись, как они преподают, или пытаются подать историю. Говорят, войско польско Берлин брал, русское войско помогало. Вот примерно по этому сценарию попытка. Ну просто вряд ли, наверное, пусть даже там несколько десятков тех же байкеров российских какую-то угрозу могли нести. Какую угрозу национальная безопасность или что-то? Тем более не в сопровождении тех же полицейских. Господи боже мой. Это просто такая негодная попытка хоть чем-то насолить Россию, ну и нам, поскольку это война, в первую очередь, наших, Советского Союза, тех братских республик. Ну и показать, что вот видите, связать опять-таки с Украиной или с чем-то, но при чем тут украинские события и 9 мая 45-го года. Это просто глупая попытка. Главное место, где чтят память героев Великой Отечественной войны в нашей стране, конечно же, Площадь Победы. Сегодня в рубрике «Место». Площадь Победы – это самый центр белорусской столицы. До 7 ноября 1958 года носило название «Круглая площадь». Хотя еще в 54-м, к десятилетию освобождения республики, на ней установлен монумент Победы архитекторов Заборского и Короля. Высота обелиска почти 40 метров. Он облицован серым гранитом и завершен изображением Ордена Победы. Как символ Победы на базе обелиска лежит меч, обвитый лавровой бронзовой веткой. Архитектурный ансамбль постепенно дополняли. В 61-м герой Советского Союза, генерал-полковник Бурдейный, зажег вечный огонь. А 30 лет назад, в честь 40-летия Победы, под монументом открыт мемориальный зал. Тогда же на площади были установлены постаменты, внутри которых капсулы с землей из городов-героев. Ну и вопрос о жизни в союзном государстве. Сегодня граждане интересуются майскими праздниками. Я хотела бы уточнить, а почему в союзном государстве не совпадают дни выходные? Почему в России их больше? Потому что этот вопрос в союзном государстве не регламентирован. Правительства Белоруссии и России решают его самостоятельно. В Белоруссии выходной 1 мая, а понедельники 4 и 11 мая рабочие. 9 мая, конечно же, выходной, но в этот раз День Победы и так приходится на субботу. В России же выходные с 1 по 4 мая и с 9 по 11. Антон Николаевич, ну вы по долгу своей службы много общаетесь с современной молодежью. Как вы думаете, ну если не дай бог, конечно, но придется вставать на защиту Родины. А сегодняшнее поколение повторит подвиг дедов? Вы знаете, во-первых, это всегда больше зависит от нас. От родителей, потому что они кивают в школу, вузы. Да, они тоже должны вносить, но в первую очередь должны старшее поколение. Это ваши дети, ваши внуки, поэтому заботятся. А что касается, я думаю, что если нужно, они встанут. Поскольку, наверное, всегда, когда мы были молодые, на нас старшее поколение говорило, мы не те, вот мы были. Вот мы были. Мы в гражданстве и прочее. И трава у нас в жизни не было. Но война показала, что так и здесь, если будет тяжело, я уверен, молодежь также будет самоотвержна. Отставите свободу и независимо с нашей Беларусь. Вместе с российскими братьями. Ну, дай бог, чтобы не пришлось на самом деле. Ну, конечно, мы говорим, что не хотелось бы, конечно, чтобы в малейшей степени вот эти страшные испытания, которые были в годы Великой Отечественной, коснулись нынешнего поколения. Ну, а старшее поколение, тем более, прошедшее... И последующих поколений тоже не надо. Да, они просто делают все, чтобы этого не допустить. Ну, что ж, спасибо вам, Андрей Николаевич. Дай вам бог крепкого здоровья и успехов на вашем поприще общественных деятельностей. Ну, и вас поздравления с праздником. Пожелание, чтобы все задумки исполнились. Обязательно. Спасибо. Ну, что ж, а мы увидимся с вами, как всегда, в следующее воскресенье на телеканале ТРО. До встречи. Беларусь и Китай ближе, чем раньше. Великий шелковый путь, который мы привыкли воспринимать как красивую, но далекую от нас восточную историю, становится вполне осязаемой реальностью. Да и приносит большие деньги. А в наше время деньги – это хороший стимул для долгой и прочной дружбы. Вадим Гигин, Политолог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова